Всем доброе утро и всем привет, кто начинает свой день вместе с телеканалом ЭНСК-49. Меня зовут Стас Чибриков, это Оранжевое утро. Сегодня будем постигать секреты истории. Для этого мы и пригласили к нам в студию археолога Александра Пастнова. Александр, доброе утро. Доброе утро. Александр Пастнов. Старший научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской Академии наук. Кандидат исторических наук. Родился 30 июня 1964 года в Новокузнецке. В 1986 окончил исторический факультет Томского государственного университета. Автор более 90 научных публикаций. Александр, сразу, может быть, развеять какие-то недоговоренности там или надпрофессии археолога. Как мы представляем себе археолога по фильмам? Это обязательно жара, обязательно пустыня. И трудятся рабочие, которые что-то там местные, что-то копают, очищают. Вдруг один из них кричит на своем языке. Подходит археолог, забирают у него там золотую монету или статуэтку. Вот так это примерно и выглядит. А сам археолог где-то в тенечке под зонтиком сидит и ждет, когда что-то ему найдут. Так ли это? Ну, очень интересно то, что такая вот на слуху профессия археолог, она... Они очень мало знают. И вот даже в последней редакции профессии Минтруда археолога нет. То есть нет такой профессии? То есть сегодня мы пригласили человека, профессии которого нет. Да. На самом деле очень интересная, популярная, так скажем, археология. Может, почему она на А начинается. Может быть, еще по каким-то причинам. Ну, примерно в России археологов максимально, если взять это, около пяти тысяч человек. Всего? На огромную Россию? Да. И тех из них, которые работают по... Ну, получают разрешение на полевые работы всех этапов. То есть дело в том, что археолог не сможет получить разрешение на все виды деятельности археологической. А это, например, ему археологу? Это проходит определенную, ну, так скажем, несколько лет. Он создает отчеты в полевой комитет. Значит, в научный совет. Есть специальный научный совет, который создан из многих вузов, из ученых многих вузов. Вот. Он заседает, рассматривает каждый, значит, каждый отчет очень внимательно. Вот. И выдает рецензии. То есть может ли археолог продолжать свою деятельность? Вот. Или сдавай лопату. Или, да, ему начинают уже понижать квалификацию. А это зависит от того, кто мало нашел чего? Нет, нет, это зависит от того... Ну, дело в том, что изучение археологических объектов – это их разрушение. Мы, к сожалению, не можем изучать объекты, не разрушая их. Есть в последнее время очень много разработанных дистанционных методов. Это и электроразведка, и сканирование. Старые, да, вот различные. То есть физика не стоит на месте, физика, значит, идет, но все равно остается непонятным, собственно, что там в земле. То есть... А чтобы извлечь, нужно разрушить. То есть, Александр, я так понимаю, на уровне физики и так далее можно каким-то образом просветить землю и сказать, что там на глубине 15 метров находится, например, некое строение. Ну, да. Но как археолог может не потрогать руками его, да? Ну, к сожалению, никак. То есть мы можем... Для чего это делается? Для того, чтобы наиболее точно выкапывать, ну, как бы, те места, которые, ну, нам интересны. Тут вот я отвлекся, почему, потому что хотел сказать, что вот археологов, вот таких, которые работают по различным, это называется разрешение, которое получает археолог, называется «Открытый лист». Вот, это давно просто так называется еще, наверное, пошло изначально. И он, получается, археологу на каждый объект. То есть он каждый объект запрашивает разрешение на раскопки. Вот. У меня, знаете, сразу такой вопрос. Ладно, сейчас, например, вы просканировали, знаете, здесь что-то находится, но тренж, когда этого не было. Как мог археолог догадаться, что именно вот на это место надо получить разрешение, и здесь он что-то обязательно найдет? Как это происходило? Это легко. На самом деле... Вам кажется, легко. Археология, она не пользуется таким вот сканированием, когда непонятно, есть объект или нет объекта. Потому что сканирование – это очень дорогостоящий процесс. Геофизика – это вещь дорогая. То есть нет такого, что ходят физики и... Нет, нет. Как с металлорискателей. Ну, идет классика, это разведка, археологическая разведка. Идет группа товарищей, и она находит памятники. И очень важно, чтобы мы находили все памятники, которые, например, есть на той территории, где угрожает строительство. Ну, как угрожает строительство? Строительство – это счастье. Строятся новые дома, новые, значит, дороги. Но строительство может повредить объект культурного наследия. Это, к счастью, сейчас перед тем, как провести строительство, мы имеем такое законодательство, совершенно, я бы сказал. Это на европейском уровне, которое, скажем, соответствует Валецкой конвенции, вот, об охране объектов культурного наследия. И мы обязательно проводим археологическое изучение перед тем, как запустить политоксеры. Грубо говоря, перед тем, как начать вбивать сваи, все-таки приглашают археологов, они изучают, что здесь ничего нет и ничего не повредим. И мы можем, ну, я считаю, что это очень правильно, потому что, ну, я, конечно, не думаю о том, что есть какие-то силы потусторонние, которые могут. Но люди, например, не любят жить рядом с древним кладбищем. Ну, я их понимаю, в чем-то вы знаете. Да, и вот, например, когда мы строили, было строительство в 17-м году, мы производили раскопки под строительство европейского берега, это вот рядом с лентой. То мы вытащили 22 погребения, одно трупосожение, да. Это какого века, примерно? Ой, самое удивительное, что это разное времени. Значит, средневековое погребение, самое молодое, так скажем, это было века 12-го, 10-го. Это самое молодое, а или... Молодое, да. А могилы постарше, они были, значит, неолитические. Это, возможно, 9 тысяч лет назад, возможно, значит, и 10 тысяч. Но это одна была могила такая вот, древняя. А основной комплекс удивительный, ну, вот, с предметами искусства. Это времен египетских пирамид. Это, значит, вот, да, Крахалевская культура. Это все у нас на территории? Да, на Новосибирске. В городе Новосибирске. Просто Александр, но мы привыкли, что что-то вот времен пирамид, оно где-то, вот, где-то там в пустынях. Это, да, я не говорил, что мы в пирамидах. Это просто 4600 лет назад. Вот мы сейчас ненадолго прервемся. Журналисты телеканала ЭНСК-49 поговорят про наши дни. После этого опять при помощи импровизированной машины времени и при помощи нашего гостя умчимся в далекое прошлое. Друзья, никуда не переключайтесь, скоро вернемся. Всем тем, кто только что к нам присоединился, доброе оранжевое утро, дорогие друзья. По-прежнему мы продолжаем погружаться в тайны археологии. И у нас в гостях Александр Паснов. Александр, еще раз вам доброе утро. Доброе утро. Итак, археология. И, кстати, вот вы обмолвились немного про мистику. Ну, так уж повелось, опять же, спасибо фильмам. Как только где-то археологические раскопки, там какие-то загадочные мумии, там что-то происходит. В вашей жизни что-то такое случалось? Или это все обыденно, это наука? Ну вот, например, давайте возьмем историю, сколько вокруг нее ходит легенд. Вот, принцесса, которую нашли в свое время на Алтай. Да. Вот, и столько уже про это и говорили, и писали, что там и катаклизмы, и шаманы, там, она во сне к ним приходила, говорила, зря вы так со мной сделали. Все-таки вы с научной больше точки зрения подходите к этому, прагматично? Ну, дело в том, что она настолько, вот это, алтайская принцесса, которая на самом деле, а, не алтайская, и, б, не принцесса. Но она настолько, скажем так, попала в ту благодатную почву национального движения, борьбы за власть, там, к различных структур, что вот это явилось каким-то флагом. А ты, как не принцесса, там же, говорят, с ней целая конница захоронена, и на ней татуировки, которые говорят о ее каком-то там царственном статусе. Ну, тут татуировки, они не говорят, они молчат. Красивые-то, конечно, татуировки. Вообще, я, ну, как бы не участвовал в раскопках этой принцессы, вот, это было, значит, удивительные находки, конечно, это удивительное везение, то, что такая сохранность. Почему? Потому что вот эти древние люди, ну, давайте так, немножко стереотип сломаем. Давайте. Я хочу сказать, что люди были раньше не глупее. Как это можно доказать? Можно взять и вспомнить, что писал Платон, Аристотель, там, Демокрит, прочие люди, и понять, что они глупее не были. А это две с половиной тысячи лет назад. И, соответственно, почему они должны быть глупее еще две с половиной тысячи лет назад? Да, да. Мне кажется, тоже. И вот эти люди, они могли насыпать курган таким образом, чтобы сформировалась линза льда. Я думаю, это нарочно. Вот. Они обладали знаниями. Кто-то не может так насыпать курган, чтобы там лед образовался. Я не знаю. Но если курган вокруг холодильника, то... Многие знания уделены, да? Да, да. И я думаю, сейчас, конечно, есть специалисты, которые могут рассчитать какие-то углы там и, понятно, учить климат. Но обладая современным оборудованием, опять же, это все... Так вот, как раз вот эти две мумии, которые были исследованы нашим институтом, Наталья Владимировна Волосьмак, вот, мужчина и женщина, то есть там еще, ну, назовем ему алтайский принцип, о него, правда, никто не говорит. Кстати, вот это обидно. Обидно, да. Потеряли, выплеснули. Младенца выплеснули из, как бы, на самом деле. И вот там, конечно, сохранность благодаря льду уникальная. А что там сохранилось? Там сохранились вещи, которые археологи обычно не видят. Это одежды, это деревянные украшения из дерева. Почему из дерева? Потому что, конечно, они были золотые. Но люди вот те, они передвигались на лошадях. А, наверное, лошади не очень любят золото. Оно тяжелое. А люди любили сияние. И поэтому они делали фигуры и все вот из дерева резали. И покрывали тонкой фольгой из золота. То есть они уже могли... Да, да, конечно. И когда мы обычно раскапываем, ну, что остается? Золотая фольга. И все. Дерево. Потому что дерево склело. Да, да. Вот. Все. И вот мы такой красотищи, конечно, не видим. А резьба, конечно, это очень уникальная. Она просто завораживает на нее смотреть. Вот на эти деревянные вещи. Это не искусство. Это такой быт у них был. То есть это нормально было? Да. Вот нормальная, красивая жизнь. Они себе могли позволить. Ну, а что нет? Александр, скажите, а вы принимали участие в раскопках только в России или, может, где-то за рубежом тоже довелось? Я участвовал и смотрел раскопки за рубежом, конечно. Но я сразу скажу, что сильно-то не отличается раскопки за рубежом. Две-три тысячи лет назад оно примерно... Видеомагнитофоны не находили древние. Да. Потому что, конечно, за рубежом умеют монетизировать археологию. Вот. Это, ну, вы знаете, ставится павильон после раскопок. То есть там над захоронением устанавливают вот эти там какие-то стеклянные ограждения, и туристы могут прийти и заглянуть, вот как, собственно, быт этот был, да, на нетрону там уровня, там улицы какую-нибудь древнюю. Да. И даже по-разному я видел. И видел, что раскопки заливают в городах вот таким прозрачным пластиком. И прямо люди ходят по пластику и видят, да, какие вот там... Но у нас, к сожалению, мы знаем, да, что археологи что-то где-то находят, там что-то попадает потом в музей, там наконечники, как правило, там копии монеты какие-то древние, и, собственно, все, что мы знаем. Да, вот я вчера или позавчера, позавчера был в музее прекрасном на Пской-4, вот это возле речного вокзала, и там очень интересно, ну, нашел даже вот эти предметы, фигурки из наших раскопок, копии, копии. А. Вот непосредственно у нас поселение Турист-2, ну, из могильника, который с европейского берега был изъят, и там очень интересная экспозиция, отзывчивые люди, и я просто рекомендую, если будет судьба, так вот, прогулки. Заглянуть. Да. Александр, а что чаще всего вы находите во время раскопок? То есть, или это предметы быта, или, не знаю, там, оружие, но есть же что-то? Вот, да, еще один стереотип у людей. Я вас закидаю сегодня стереотипами. Вот, он касается артефактов. Ну, конечно. То есть, кажется, что археологи, они стремятся найти какие-то вещи. Конечно. Вот, и ужасно радуются, когда найдут что-нибудь особенное. Да, я уверен в этом был. Вот, это плохие археологи, потому что они, значит, не знали, что найдут, а ученый так не может. Если ученый исследует стоянку или могильник, или еще что-то, он примерно знает, что он найдет. Вот. И, конечно, может быть, ну, он и может порадоваться, но когда особенно, когда это то, что предполагалось, то и найдено. Вот. Ну, зато мы теперь знаем, как лечить хорошего, плохого. Смотри, я нашел монетку, ты плохой археолог, значит. Александр, индейцы с большевистской, кто это? Индейцы с большевистской, это очень интересно. Большевистская, значит, это вот как раз, я думаю, тот самый фигурки мобильного искусства, которые обнаружены в могильнике «Туриста-2» при раскопках на европейском береге. Почему они индейцами их прозвали? Потому что на них схематично, как будто бы вот такие головные индейские уборы, которые... Как из перьев. Да, как будто бы из перьев. Это, на самом деле, давняя традиция. Их называют еще солнцелики. Они рисуются вот с такими лучами, расходящимися, значит, от голов люди. Это окуневская культура. Хакасия очень шикарно представлена в различных стеллах, там, ну, в петроглифах рисунки таких индейцев. Вот, и... То есть это, ну, они их не с перьями, а как бы изображены фигурки, да? Вот. Значит, что было найдено? Шесть предметов мобильного искусства. И одна фигура была очень изумительного такого полимера. То есть люди создали какую-то с помощью смолы, дерева, там, еще что-то вот. Ну, мы получили химический анализ. Но пока такую же вещь мы пока не создали. Мы люди 21 века, обладая вот всеми знаниями. Да, у нас очень все есть, но... А полимера такого нет. Пока полимера, пока такого нет. И вот это вот на вот таком интересном полимере была сделана, прорезана фигурка, ну, назовем это божество. Божество. Наверное, так. Проще будет. Или это персонаж из мифа какого-то, но явно оно имеет сакральное происхождение. Почему? Потому что там личина стоит во фронт, личина вправо, личина влево. Такая трехликая композиция с руками, ногами и ноги едят щуки или в щуках, значит, да. Слушай, древний рыбак. Окруженная перьями, да, все три, значит, вот, лика, они все, значит, в оперении таком. А какой это примерно век? Так, это две тысячи... ну, до нас две шестьсот. Две шестьсот до... ну... Да. Две тысячи шестьсот. Это очень интересно. Это... говорят, что это необычное раннее для таких... датировка для таких, ну, значит, фигур. Александр, чтобы обсудить все вопросы археологии, к сожалению, одного утра будет очень мало. Александр Паснов у нас был в гостях, который приоткрыл тайны над археологическими исследованиями у нас в Новосибирской области и не только. Меня зовут Стас Чибриков. Я желаю вам всем замечательного дня. Оранжевое утро на этом свою работу не завершает. Впереди еще много чего интересного. Пока, пока, пока. Всем удачи.